для быстрого движения. Но когда две тонны металла развивают скорость 250 км в час, как остановиться на месте за считанные секунды? Нужно использовать тормоз Брэмбо. Тормоза Брэмбо, несомненно, обладают самыми лучшими характеристиками в индустрии по производству тормозов. Дело в том, что тормоза Брэмбо знамениты тем, что они останавливают самые быстрые гоночные автомобили в мире. Автомобили Формулы-1 мчатся с большей скоростью. Это 350-360 км в час. И поэтому их водители ждут до самого последнего момента, перед тем, как нажать на тормоз. И в этот момент тормоз должен сделать именно то, что водитель ожидает от него, чтобы снизить скорость перед следующим поворотом. На всех автомобилях Формулы-1 стоят тормоза Брэмбо. Как и на многих других. У нас есть Феррари, Мазерати, Ламборгини в Италии, Моцедес-Бенд, Порше, БМВ, Ауди. И также Крайслер, Дженерал Моторс и Форд в Соединенных Штатах. Но не здесь начинается история тормозов. Они проходят путь от жидкого начала через лабораторию по внедрению до испытательного трека. Здесь, в провинции Ломбардия, рождаются тормоза. Задолго до того, как происходит встреча резины с дорогой, варится металл в литейных цехах Брэмбо. Алюминиевые болванки нагревают до 800 градусов и быстро превращают в пылающий расплавленный металл. Его разливают в формы и через несколько минут превращают в высокоэффективные суппорты тормозов. Этот суппорт — один из четырех частей тормоза. Вместе с диском — это самая важная деталь, помогающая затормозить автомобиль. Суппорт прилегает к диску тормоза, и когда нажимаешь на педаль, колодки сжимают диск и останавливают его. Но еще до установки в автомобиль все это проходит десятки тестов в лаборатории, такой, как эта. Это динамометр, и это один из самых важных тестов. Он моделирует самое сильное торможение. Другими словами, действие большого любителя — давить на тормоз. Динамометр — это испытательный стенд, чтобы мы могли моделировать условия торможения автомобиля на дороге. И при таких условиях возникают максимальные температуры. В зависимости от автомобиля. Но примерно от 800 до 1000 градусов Цельсия. Торможение — это процесс превращения кинетической энергии, энергии движения в тепло через трение. Чтобы действительно проверить эти тормоза, нужно испытать их на полигоне. Эти датчики измеряют температуру в середине и на поверхности дисков тормоза и тормозной путь. И сколько времени нужно для полной остановки с того момента, когда нажимают на педаль тормоза. Чтобы выдержать это испытание, автомобили должны останавливаться как копанные. Ну, не в буквальном смысле слова. Лучшие из тормозов могут остановить машину на скорости 100 км в час на расстоянии менее 40 метров. Разгоняешь автомобиль до максимальной скорости, на которую он способен, с нуля до 100 км в час. А потом бьешь по тормозам изо всех сил. И повторяешь это 10 раз. Каждый раз. Они сразу же могут определить, как работают тормоза. Но именно в сумерках на этом участке дороги длиной в 1 км можно увидеть, как тормоза буквально горят. Но они намерены еще больше увеличить нагрузку на тормоза на этих крутых альпийских склонах на севере Италии. Следует убедиться, что тормозная система работает при любых условиях. Проверка тормозов в Альпах призвана проверить комфорт. Все от величины вибрации, которые ощущает водитель до уровня шума, который производит тормоза. Порядок. Брэмбо также лидирует в следующем новшестве в области тормозов. В создании тормозов с электроприводом. Это просто означает, что в будущем, нажимая на педаль, вы уже не будете использовать гидравлический цилиндр. Вы просто используете электрическую систему, имитатор, который подает сигнал на тормоз колеса, где работает электромотор. Но пока...